Они говорили, что Кратос лучший герой. Они были не бравы, сестрёнка. Геркулес намного лучше. Он даже... Вышвыряться кокосами и что такое. Джак, иди сюда! Я играю в свою любимую игру, основную на моём любимом мифическом персонаже, Геркулесе. Подожди, Жак. Я понял. Геркулес совершил свои 12 подвигов, чтобы стать бессмертным, так? Я не хочу забивать болт на игры, на тебя и на моё шоу. Я тоже хочу стать бессмертным, Жак. Как Геркулес, играем в 12 игр про него. А, погоди, что ты там реакнул? Чихет, let's start the party! Геркулес. Я всегда питал огромный интерес к мифам. Сказки об этих опасных приключениях, типичных морских путешествиях, мифические звери, такие же старые, как сама суть природы. Мифы рассказывали нам о людях, которые являлись воплощением богов. В своём странном восприятии, никто, никто не был таким крутым, как герои. И в доказательство сказанному, я буду играть в Геркулес для Коммодор 64. Называется Геркулес. Что за имечка? Это были 80-е, а в 80-х всех волновало только то, что Рональд Рейген скажет о Горбачёве. А, да я просто шуткую, он был революционен. Вот что я называю музыкой. Вы знаете, какая у всех была любимая часть Геркулеса? Лошадь, отца, лев, а сарай, вот эта штука в ботинках. Ну всё в порядке, всё замечательно, всё прекрасно. Отлично, хорошая новость, у нас есть предистория. Давайте начнём. Так что так, да, ты умираешь сразу, если просто не пошевелился. Я не наёбываю вас, так и есть сразу. Интересно, какие богоподобные рефлексы они ожидают от игрока, который впервые зашёл в это? Как у мастера Галлогана? Каждый раз после смерти вас переносит случайно на рандомный уровень, и у вас даже нету возможности изучить, что было в прошлый раз. Вы не успели опомниться, уже мертвы. Что за херня это вообще? Это показалось не таким странным, что я даже зашёл в гугл и посмотрел, должна ли я играть быть такой, или она у меня сломана. И да, она такая и есть. Кто сделал это? Кто зачем сделал это? Здесь всё такое рандомное. Это как версия Ива БТГ из 80-х. Прыгнул сюда, платформа исчезла. Огонь, смерть! Прыгнул сюда, огонь, смерть! Смерть, 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 смерть! Ну, хотя бы теперь я могу погрузиться в небольшой сон. И я говорю мне про картину Сальвадора Дали. О да, Герк, карабкайся по врёбскому, карабкайся по ним, ты уже почти так близко, давай, давай с ним сидеть, на выходе, ну... О боже! С меня хватит этого дерьма. Верите или нет, есть ещё одна игра про Геркулеса на Командор 64, она называется Геркулет, убийца проклятых. Очевидно, что нам не хватило этих замечательных мифов из 80-х. Цветные трипы! Да вы вообще помните, когда игры были на кассете? Ну, давай, поздравим это, люди и джентльмены. О-о-о, привет! Ну, чем занят сегодня? Ну, я должен сказать, об этом говорить особо нечего. Ты просто, ты просто стоишь здесь и выбиваешь дерьмо из него, и все эти странные штуки происходят на экране, я вообще не знаю... Да, чего они здесь? Есть и другие версии этой игры, на консоли такие, как DX Spectre и MSX. Да! Получай! Это то, как мы будем играть! Нет, спасибо! Я не танцую этот танец! Я имею в виду, не шафлирую этот шаппл. Дальше! А вот кое-что из ранних игр про Геркулеса, которое называется... Девчонки, это леди, он в досугу. Это Famicom RPG, и я не могу сказать, что здесь чёрт возьми происходит. Эта игра до сих пор выпускается на неинстабрированной Нинтендо ДС с таким же именем. Что бы подумал? Вот ещё одна игра для PlayStation 1, приключения Герка, и за это спасибо военному промышленному комбису. На самом деле, я понятия не имею, откуда берутся эти игры. Теперь, чтобы внести ясность, это действительно Геркулес, и если вы видите, он легенда. Но они назвали его Герк. Просто Герк. Ты также можешь поиграть за Атланту и Джейсона, если ты тупой, потому что я не знаю, кто хочет с ними играть. Одна — это город Джорджи, а вторая — это просто обычное имя. Спасибо, я лучше поиграю Геркулесом. Кстати, он звучит прямо как тот парень, который озвучил Гомера Синфона. Сама игра — это просто beat'em up в стиле Диабло, и она довольно крутая. Возможно, одна из самых лучших игр для PlayStation 1. Рисовка просто замечательная. Музыка звучит так, как будто ребята очень любили Звездные Войны. Давным-давно в далекой галактике они решили придумать музыку, и один человек сказал, я люблю Звездные Войны, а он такой, а почему бы и нет? А, уберите его, я слишком молод! Ты нашел далеко, но тебе еще иди очень много, и ищи помощь у моих друзей-богов, таких как Посейдон, Гера, Аполлон, и, конечно же, Дионис. Угадается очень много приспешников, всего пару тысяч. Парочка тысяч, пару тысяч, пару тысяч, пару тысяч, пару тысяч! Так что, удачи! Спасибо! То есть, божьей помощи! Спасибо! Прости, Аид, ты не могу говорить чуточку погромче! Это то, как он говорит! Абсолютно все здесь такое яркое! Этот день, наконец-то, настал! Тот день, который поменяет все в моей жизни! Это тот самый миг! Сейчас буду! Он идёт, чтоб купить себе Джайро! Хотя, технически, это лишь Ейру! Но я всё равно назову его Джайро, ведь он круче! Боже мой, мой живот! Джон, ты в порядке? Заткнись! Геркулес! Наконец-то знакомое лицо! Кстати, эта игра одна из моих самых любимых! Так что, давайте заценим! Эти игры просто появляются в моем доме, пока я сплю, чел! Эти игры, на самом деле, просто потрясающие! Как и музыка, здесь отличные сочные звуки ударов! И Дэнни, ты не договорит с тобой! Зашидай, Дэнни! Я возьму свой меееееееееееееееее, Дэнни! Это... это... это неправильно! Мне так кажется! Игра выглядит очень милой, и почти всё сделано из спрайтов! Это выглядит чертовски круто! И в это дико весело играть! Кстати, я должен заметить, что тут очень прекрасны звуковые эффекты! Вы только послушайте, как Дэнни говорит с вами! Э... это просто прекрасно, ладно? Ты видишь этого парня? Ты видишь? Ты видишь его? Он звучит просто как голос земли! Ну, в смысле, что может быть лучше вот этого? Я получил удовольствие играю в это! Это было весело, круто! Как под экстази! Нет, нет! Персая Дагимона — кусок дерьма! И давайте взглянем на это! А теперь послушайте меня! Все обычно критикуют всякие вещи, но давайте взглянем на яркие стороны! Хотя бы игра даёт мне секундное превью, перед тем, как погнать подсказку мне в лицо! О! Геркулес, смотри за бонусами на деревьях! Что это вообще значит? Наверное, этот парень дал лучший совет в моей жизни! Определенно! Это глупо! Это всё равно начать игру с такого экрана! Геркулес, помни запах матери! Какого чёрта, чел? Я рецептивный, но не надо кидать мне в лицо это дерьмо! Окей, давайте начнём! Я уже спрятал под стол свой флэш-рояль! Я всегда браю еще флэш-рояль, когда играю в покер! Знаешь, просто не играй никогда в покер со мной! Боже мой, это музыка! Оно вообще не звучит, как диснеевский Геркулес! Это даже не звучит так, как специальное издание на DVD! Это просто одна из тех песен, которые повторяются снова, снова и снова! Это совсем не комплименты этой игре! Кстати, подсказки всё ещё появляются! Геркулес, остерегайся огненных шаров! Геркулес, остерегайся злобы и зависти! Эта игра чистый экшен, я ей не шучу, вы только посмотрите, как много экшена! Эта игра бунтовала на Таймсквере ещё до того, как феминистки делали это! И вообще-то похоже больше на грёбаного Скайуокера, чем на Геркулеса! Он начнёт очень странно бегать, если вы поиграетесь с кнопками! Эта игра невероятно трудная! В смысле, если ты один раз обосрёшься, ты отправляешься в самое начало! Просто прекрасно! Я не уйду на смысле, как я вообще должен прыгнуть на это! Что я должен сделать, черт отец, я не могу! Я не могу просто залезть туда! О, я понял, ты должен просто прыгнуть туда! Окей, да! Эта игра определённо является акробатическим платформером! Вы просто посмотрите на это! А что это у нас здесь кажется? Рейв Пати! Хотя я должен заметить, это довольно прикольно, как он махает своим мечом! Вы только погляните! Немногое, что можно сказать о диснеевских играх про Геркулеса, но здесь есть одна маленькая игра, которая осталась! Геркулес 2 для Sega Genesis! Окей, это странно! Это просто пиратская копия игры с PlayStation 1 для Sega Genesis! Которая называется Геркулес 2! Это, конечно, имеет много смысла! Кстати, а где первый Геркулес? Кто-нибудь посвятит меня в это? Кстати, что это за хлопки? Вы не могли использовать этот саунд эффект? Эта игра очень странная, она использует такие звуковые эффекты, и будет это бить взорвало. Не, знаете что, я не буду в это играть. Не-не-не-не. Окей, и последнее в нашем списке. Геркулес. Легендарные приключения. Ну, вы знаете, тот сериал с Арнольдом Шварценеггером, или, ну, это вообще был. Фабио, Аль Пачино, Фуанзи. Человек, который подкидал мне эту игру, должен быть сильно меня ненавидит. Геркулес, телеиздание! Эта музыка звучит так, что я прямо хочу отправиться на захватывающее приключение. Я не шучу, я реально хочу это сделать. Так что я уверен, что это и произойдёт. Мозг состоит из миллионов и миллионов нейронов. Оставайся здесь, дружок, и я расскажу тебе эпическую историю. Очевидно, это заслон в виде человека, который хочет сказать тебе историю. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что-то про вампиров и бервольфов. Мне это неинтересно, сделаем это! Добрым утром, Геркулес! Это время потренироваться! Иди, следуй за мной наружу, и мы начнём. Эта игра использует меня не по разнообразию. Нет, нет, она что-то напоминает мне. Но я не могу вспомнить, что же... Синяя кнопка действия? Звуки куриц на заднем плане? Милая музыка и уютное окружение? И господи, мой телепортирующий кентавр! Кажется, мы играем в приключения Геркулеса, а когда я в рейтинге, ты понял, сам я! Нет, правда, эта игра очень похожа на Зельду. Геркулес, вычасти камни с полей для меня. Эгоист. Я имею в виду, серьёзно, это один из сильнейших в мире людей. И единственное применение, которое мы нашли, вот это! Это лучшее, что можно с ним сделать? Да, действительно, кто будет поднимать такие огромные камни? Твоя сестра? Скорее всего, нет. Особо нечего сказать о этой игре, она довольно хороша, и у меня нет никаких претензий к ней. Ну, рада, что кроме одного момента. Ну, давайте будем честны, спасите микрофон! Лучшая сейчас игра, это охерительный звук паузы! Вообще-то, есть ещё одна версия этой игры для геймбоя. Давайте взглянем. Это официальный арт. Ммм, да? Я не вижу никаких отличий. Первое, что вы могли заметить, это, конечно же, потрясающий пиксель-арт. Или больше похоже на кучу выболеванных мусорных бак-бобов. Очевидно, это ближе. Это так бьёт по моим ушам, вам нужно прекратить? Это звучит как музыка на вечеринке клоунов-психопатов с лихорадкой. О, боже, кажется, Геркулес перекушал амброзий. То, как он ходит, это просто потрясающе. Я не могу перестать. Он выглядит как Эрик Кардман, пытающийся называть Джигу. В отличие от версии для Нинтендо 64, эта игра больше как РПГ. При разговоре там раздаётся такой мерзкий звук. Как будто мир уже давно закончился. Я говорю только с моряками. Ну, тогда, возможно, тебе стоит пойти и поставить в грёбаном порту, если ты говоришь только с моряками. И потом, я что-то не вижу у тебя никакой лодки. Лодка бы тебе подошла, знаешь ли. Вообще говорит вот это дерьмо. Рыбак тоже говорит только с моряками, но это хотя бы имеет смысл. Бродяга тоже говорит только с моряками. И вообще, что это за деятельность такая, бродяга? Что это вообще за город? Как эти люди научились говорить, если они говорят только с моряками, которых здесь вообще нет ни одного? Ну, кажется, если все говорят только с моряками, мне придётся взять всё в свои руки и стать одним из них. Боже мой! У него не было ни шанса. Бедный ублюдок утонул как чёртов кирпич. Наконец-то осстрелил какую-то милую леди. Давайте поговорим с ней. Не подходи, я могу поранить тебя. О, леди, знаете что? Это совсем неверно. Если бы мы были во Флориде, дела бы пошли куда лучше. Оставь меня в покое, не видишь, я занята. О, не волнуйтесь, миссис Балуйся. Кстати, я просто зайду в дом. Кстати, здесь есть мистер Балуйся, который тоже очень занят. Занят, занят, занят. Я не могу даже поговорить с грёбаным котом. Вообще, этот кот уже давно мёртв. Ты не можешь просто оставить его здесь и делать свои дела? Просто выкань его в грёбанный мусорный вагн, ну серьёзно, чувак. Возьми на себя ответственность. Я бы выиграл во много РПГ, и знаете что? У меня опускаются руки. Это самые неприметливые NPC из всех, что я видел. Я не думаю, что хоть кто-нибудь из этих людей рад тебя видеть. Ребята, я не думаю, что вы должны грубить кому-то, кто... Грёбанный Геркулет! Сын Зевса! Он садил, может убить тебя одним ударом. Ладно, раз я не могу найти никакой помощи на улице, найду её в домах. Убирайся из нашего дома. Ну? Я думаю, всё в порядке. Это должно быть нормой. Всё отлично, замечательно. Я не хочу больше быть бессмертным. Это слишком трудно. Люди постоянно орут на тебя, и ты должен ходить в их дома. Нет, спасибо, Сэм Эл! Перевел, озвучил Чучубак. На этом канале будет много всякого дерьма. Так что, если хочешь, можешь подписаться на него. Здесь будет регулярный Джон Троан. Ну как регулярный? Когда мне будет не лень, я его сделаю. До зелёного-ярого-ярого варианта. До зелёного-ярого варианта.